Грефу удалось вызвать какое-то волнение в зале и возбудить какие-то отзывы? Он всегда выступает, вот сколько раз я его слушал, он всегда выступает очень критично, как возмутитель спокойствия, как человек, который видит проблемы в развитии, достаточно острые проблемы и умеет их формулировать. В этот раз, когда он выступал, вот из того, что мне запомнилось, в его позиции, это первый тезис, что, к сожалению, вот кризис у нас уже в экономике очень сильно развивается, имеется и развивается, но не видно, чтобы правительство предложило какую-то программу выхода из кризиса. И он там обосновывал этот свой тезис. Вторая позиция, которую он сформулировал, он сказал, что если кризис будут купировать таким образом, каким пытаются сейчас, это сделать, то это приведет к еще большему государственному линию экономики, потому что те деньги, которые Центробанк выдаст системообразующим банкам, их там 25, по-моему, было названо, это триллион рублей для докапитализации этих банков. Но банки могут брать, могут не брать эти деньги, в зависимости от состояния своих основных, основного капитала, своего, да, поэтому по-разному будет ситуация развиваться. Но де-факто, если этот шаг будет реализован, то он приведет к еще большему государственной экономике. А государственная экономика, она всегда очень тяжело решает вопросы, задачу выхода из экономического кризиса, потому что процесс принятия решений длительный, он длиннее, чем в бизнес-структурах, бизнес-сообществе. И процесс согласования решений, что тоже немаловажно, поскольку участников обсуждения больше, он сложнее. В бизнесе этот процесс согласования решений проще. Есть собственник бизнеса, который ставит задачу, и эту задачу нужно реализовать. Вот чем опасно о государственной экономике, а сам механизм, как это будет происходить, он выглядит просто. Значит, бизнес возьмет деньги у банков, у этих банков, но поскольку он должен предложить какой-то залог, то он отдаст часть основных активов этим банкам. А деньги государственные даны. И таким образом возникает вот эта цепочка огусодорствления бизнеса, потому что, ну, понятно, не все бизнес-структуры в условиях кризиса будут чувствовать себя комфортно и смогут выдерживать тот оговоренный порядок возврата кредитов. И, значит, очень высока вероятность того, что залоговая часть у бизнеса будет изъята и перейдет в собственность банка. А государство, в свою очередь, будет контролировать эту залоговую часть. — Вопрос какой-то такой. Вот Греф — глава Сбербанка. И я хочу понять его позицию, вот как менеджера, как руководителя вот этой вот структуры. И как вот раньше говорили там про Министерство общего машиностроения или среднего машиностроения, что это государство в государстве. Вот Сбербанк — это в какой-то степени вот как бы государство в государстве. Он живет на вложениях огромного количества населения, бизнес-структур. И Греф по определению отвечает за устойчивое состояние вот этой структуры. От чего он может сейчас нервничать? От того, что темпы роста там снижаются или там переходят в минус, поэтому не будет покрытия традиционных расходов на содержание этой структуры и так далее, и так далее. А он, как я понимаю, он обособлен от правительства, да? Значит, правительство все управленческие решения принимает по экономике и финансовой деятельности в государстве. А он-то только как бы потребитель вот этой эффективной деятельности правительства. И вот насколько сейчас был акцентирован критический вот анализ деятельности правительства, исходя из того, что, как я понимаю, у Грефа есть кредит доверия президента. Ну, он много лет, они связаны как бы отношениями, и судя по его поведению, этот кредит как бы не исчерпан, он достаточно резонно может апеллировать вот другим государственным структурам. Вот я сейчас хочу понять, вот это чувствуется, что, первое, у него есть кредит доверия, второе, что он волнуется за именно состояние своей системы, за которую отвечает по определению по должности, и третье, что он атакует правительство, которое, на его взгляд, непрофессионально работает. С третьим согласен. Первое, наверное, тоже есть, потому что он чувствует себя свободно, а вторая позиция, вот, комси-комса выглядит, и так, и так. Почему с третьим согласен? Ему, как банкиру, нужно понимать, вообще, как управлять теми финансами, потоками, которые сконцентрированы у него, за счет чего зарабатывать деньги, где можно сэкономить ресурсы каким-то образом, а поскольку правительство не предлагает программы выхода из кризиса, антикризисной программы, она вот, на прошедшей неделе, она только обсуждалась у президента, и было сказано о том, что в начале следующей недели, то есть 26, 27, там, 28 числа, она будет более четко озвучена. Это его беспокоит, поскольку нет ясности, как ему, на какой ветер ему ориентироваться, как в финансовой структуре. Ну, Герман Греф, насколько я понимаю, управляет не самой крупной финансовой структурой, есть ВТБ, который масштабнее и крупнее, чем Сбербанк, но у Сбербанка очень уязвимая позиция, наверное, по его мнению или по его ожиданиям, это большое количество вкладов населения и большое количество кредитов, выданных населению. Ну, я так могу предполагать, я не изучал эту тему специально, просто вот реагирую и отвечаю на вопрос, который здесь задал. Это чревато большое количество вкладов и кредитов, чревато двумя рисками. Вклады могут начать изымать, и этот сюжет он уже пережил. Осенью, в ноябре, по-моему, 2014 года Сбербанк оказался в плохом положении с точки зрения отзыва вкладов населения и со счетов Сбербанка, но потом восстановились позиции. А вторая, вот, это невозврат тех кредитов со стороны населения, которые были оформлены, ну и необходимость каким-то образом либо перекредитовывать эти невозвращенные кредиты, либо еще какие-то искать механизмы, замораживать их возвратом и так далее. Но здесь-то перспектив в ближайший год нет, это понятно. Почему нет? Потому что речь идет о девальвации и инфляции, девальвации рубля и повышении инфляции в российской экономике. Это означает, что реальная покупательная способность населения уменьшится. Есть такая формула расчета инфляции в случае девальвации у экономистов, и она гласит о том, что если валюта какая-то девальвируется, условно говоря, на 100%, то уровень инфляции вслед за девальвацией будет от 30 до 50%. Правда, это произойдет не одновременно, проявление этого уровня инфляции, это будет чуть-чуть растянуто во времени. Скажем, но это произойдет не в ночь с 30 января на 1 февраля, а произойдет в течение либо полугода, либо первых девяти месяцев этого года определится максимальный уровень инфляции. Кстати, по прогнозам ждут, что самый пик инфляции, рост инфляции придется на апрель-май месяц, и он может составить 15, а может быть и 20% на отдельные группы товаров. Я хочу понять, вот из его выступления какие-то такие явные жесткие упреки в адрес Центробанка прозвучали? Или персон каких-то? Нет, персоны вообще не обсуждались, в отличие от форума 2014 года, когда и в адрес Улюкаева, и в адрес Набиулиной, нет, тогда не Набиулиной, она тогда Центробанком, по-моему, еще не руководила, и в адрес Силуанова звучали примерно такие фразы. «У нас один из лучших министров экономического развития в Европе», говорили Улюкаеву Алексею, Силуану тоже говорили, «У нас один из лучших министров финанса». Это звучало публично, такие похвалы. Сейчас, конечно, этого не говорилось, но говорилось о непродуманных и несвоевременных действиях Центробанка в выступлениях, о том, что замедленная реакция Центробанка на развитие кризиса, она породила вот эту ситуацию скачкообразной ураганной девальвации рубля в середине декабря. Но там ведь есть две версии, я не говорю о их истинности, но о том, что в какой-то степени они повлияли в декабре на такое развитие ситуации на финансовом рынке российском, наверное, можно согласиться с этим. Первое – это то, что был выдан большой денежный транш Роснефти, которая практически тут же, ну, может быть, не напрямую, а через какие-то посреднические структуры, этот транш вывела на финансовый рынок, это почти триллион, там, 700 или 750 миллионов миллиардов рублей, и конвертировала его в доллары для того, чтобы сделать запас прочности для расчетов по кредитам, которые у Роснефти взяты в европейских и американских банках. Вот это обстоятельство говорилось. И второе обстоятельство, что, в принципе, Центробанк и правительство сделали этот осознанный шаг по девальвации рубля для того, чтобы обеспечить наполнение бюджета рублями. Рублевая составляющая... Да, да, за счет, что для того, чтобы бюджет 2014 года выглядел как прилично выполненный, вот они сделали такой шаг, ну, фактически пожертвовав интересами бизнеса в данном случае, и фактически пожертвовав интересами населения с другой стороны тоже. Если бы прозвучал упрек в медлительности Центробанка, каких-то важные моменты времени, когда нам надо было принимать решение, не прозвучало или не почувствовало, или что эта медлительность связана с тем, что Центр принятия решения в этом суперсложном 2014 году, он сконцентрировался у президента, и все вот эти ключевые ведомства, они вообще говоря, не могут свободно реагировать на вызовы рынка, а вынуждены дожидаться решения сверху. Ну, версия и такая есть, о ее стопроцентной вероятности говорить трудно. Мне, во всяком случае, поскольку я не посвящен и не присутствовал при процедуре принятия этих решений, но часть аналитиков и экономистов действительно вот эту версию излагают, и можно допустить, что... Да, администрация президента была после выборов президента Путина в 2012 году сформирована таким образом, чтобы наиболее сильные специалисты в вопросах финансов, экономического развития, они оказались в составе администрации президента. И фактически, конечно, любое решение, которое правительство самостоятельно попытается принять, оно будет критично оцениваться. Критично это не значит плохо, а просто критично будет оцениваться, и если посчитают, что оно нецелесообразно, то найдутся аргументы для того, чтобы подкорректировать это самостоятельное принятие решения правительством. Ну, если такие вещи происходят, то, скорее всего, правительство через какое-то время перестанет самостоятельно принимать решения, оно просто будет согласовывать свою позицию с ключевыми фигурами в администрации президента, это помощники и советники президента, отвечающие за соответствующее направление. Ну, а помощники и советники президента, они как бы знают позицию президента самого, они ее и транслируют. Ну, с пониманием, с профессиональным собственным пониманием того, как это может быть. И мы возвращаемся к советской модели управления, когда было ЦК КПСС. Мы ведь возвратились не в условиях кризиса, к авторитарной модели управления, ее называют авторитарно-либеральной моделью управления, нынешнюю политическую систему России, но произошло это, в общем, в первой половине 2000-х годов. Поэтому тут все нормально. Для такой политической системы, авторитарно-демократической там, или авторитарно-либеральной, это нормальное явление. Она либеральна, поскольку в начале 2000-х годов президент Путин, когда он еще первый срок находился у власти, он принял решение, и такой компромисс своеобразный принял между государственниками и рыночниками о том, что экономическим развитием и финансами будут управлять рыночники, либералы, специалисты-либералы. И если мы посмотрим в течение всех 2000-х годов, так оно и было. До последнего времени Кудрин был, там, до 2010-го года или 2011-го года, Кудрин был министром финансов. Куда более либеральная фигура, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, в тот же самый период времени было достигнуто решение о том, что крупный бизнес не будет участвовать в политике и не будет принимать каких-то самостоятельных решений, так или иначе влияющих на политический и экономический курс Российской Федерации. Но за это ему сказали, что мы забываем о том, как вы получили этот бизнес в 90-е годы, но вот вы не занимаетесь политикой и платите налоги. И действительно, в течение 2000-х годов, первое десятилетие 2000-х годов, налоги от бизнеса, налоговая составляющая, за счет которой формировался бюджет, она и с плохой стала замечательно хорошей. После Грефа, какой был дальше ход? Что-то противоположное с точки зрения докладчика, выступающего, или в ту же сторону? Значит, после Грефа выступали Сигуанов и Улюкаев. Я не помню, в какой последовательности они выступали. Вот Греф, потом они... Да. И Сигуанов, значит, когда начал выступать, он высказал позицию, которая вызвала шум и улыбки в зале. Он говорит, да что мы тут говорим о макроэкономике? Надо заботиться и думать о домашнем хозяйстве, о здоровье людей, которые в семье там живут, о семье своей думать и так далее. Ну, немножко странно это выглядело для министра экономического развития, который отвечает за макроэкономические... Улюкаев экономический. Улюкаев, 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 да, вот мы про него говорим, да. Но потом он высказал позиции, которые не один раз повторялись, поскольку в его ведении находятся вот как раз процессы, связанные с макроэкономическим анализом. Он высказал позицию, озвученную президентом Путиным 4 декабря в своем послании Федеральному собранию о том, что это не столько внешними причинами вызванный кризис развития, сколько внутренними причинами кризис, вызванный тем, что сырьевая экономика, экономика ориентированная на экспорт сырьевых ресурсов, она больше не сможет обеспечивать не только рост экономики России, но она не сможет обеспечивать даже и выполнение тех социальных обязательств, которые на себя правительство завело. Поэтому можно менять модель. Эту мысль повторил Сивуанов, эту мысль повторил потом в выступлении Дмитрия Медведева, ну и в разных вариациях она так или иначе не один раз еще повторялась эта мысль. Но тут, естественно, возникает вопрос, почему, когда сырьевая рента позволяла получать большие средства и решать задачи какие-то, эти задачи не решались. Ну, с этим только отчасти, наверное, можно согласиться, потому что часть сырьевой ренты все-таки она направлялась правильным. Она приносила пользу, ее расходы приносили пользу. Вот, национальные проекты. За счет национальных проектов, четырех национальных проектов, определенная часть денег, которые могли вообще не попасть в экономику России, они все-таки были заведены в экономику России и дали толчок определенный к улучшению качества функционирования всех этих четырех сфер. Это первое. Второе, наверное, заключается в том, что вырос уровень жизни населения за счет сырьевой ренты. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, поскольку лучше, когда население чувствует достаток, чем когда оно не ощущает его. А плохо, наверное, потому что доходы населения выросли в 2,8 раза за последние 13 лет, а объем производства вырос в 1,6 раза за последние тоже 13 лет. И вот такая расходящаяся развилка имеется, и она свидетельствует о том, что формируется излишек денег, незаработанных, за счет собственного производства денег. Они заработаны, но в другом сегменте экономики, за счет сырьевой ренты, и заведены на внутренний рынок. Но здесь понятно, что как только рубль ослабеет, сразу изменится и картина вот этого благополучия с положительного знака, она сразу изменится на отрицательный знак, что, собственно, сейчас и происходит. Значит, получается, что в принципе ключевые люди в правительстве, в государстве диагноз поставили. Правильно. Вот, да. Меня даже в этом плане, подчеркну, удивило начало выступления Дмитрия Анатольевича Медведева. Он сказал две вещи, два тезиса. Во-первых, он сказал, что мир еще не выбрался из последствий кризиса 2008 года, и привел несколько примеров о том, что это так на самом деле. И второй тезис, который он высказал, ну вот все, что происходит сейчас с нашей экономикой, сказал он, мы прогнозировали еще в начале 2014 года. Зал загудел, когда эту позицию премьера услышал. Ну, вот если говорить о своих ощущениях, я тоже так удивлен был, что ну как, если прогнозировали, так берите, вы знаете, что будет плохо, давайте систему предохранителей закладывайте. Вы же правительство, а не группа экспертов, аналитиков, которые говорят там о сценариях возможных, хороших и плохих сценариях развития. Наверное, вот в зале такая же эмоциональная реакция была у многих участников Гайдаровского форума, и он так с элегкатором загудел. У-у-у, как же так вот вообще. Знали и не сказали нам. Но диагноз это как бы полдела. А вот от кого-то прозвучали, вот понятные, ну на вашем уровне, на уровне публики слушающей, рецепты, ходы, каким образом из этого... Очень хорошо, Юрий Петрович, что вы это подчеркнули, слушающие публики, потому что я ни в коем случае не следует меня воспринимать как специалиста в вопросах экономики, там макроэкономики. Я рассуждаю сейчас как простой обыватель, который просто читает разную литературу, связанную с освещением экономических процессов. И я, может быть, допускаю, что не профессионально, но для себя все равно выстраиваю какую-то картину, объясняющую мне самому, что с нами происходит сейчас, для того, чтобы ориентироваться хотя бы на завтрашний, послезавтрашний день, что мне делать-то, куда, куда, какие, мне самому лично, какие шаги предпринимать, там, бежать в банк, снимать все деньги, зарывать их в стеклянную банку, или наоборот, рубли, там, конвертировать в доллары, в евро сейчас, или в юане, например, конвертировать, или побежать купить еще две машины, которые вот там стоят уже по более дорогим ценам, для того, чтобы сохранить деньги. Дело в том, что кризис, финансовый кризис, он привел к одному очевидному, и для нас с вами, и для всех людей в России, последствию, рубль, как средство сбережения, он потерял эту функцию, он потерял эту функцию, и когда он ее восстановит, непонятно. Ну, то есть, да, говорят, вот 15-й год будет плохой, а в 16-17 году мы будем уже выходить из кризиса. Но, понимаете, это вот опять типа обещаний светлого будущего, о том, что вот этот год вы потерпите, а 16-й, 17-й, он будет плохой. И потом, как это коррелировать с заявлением Дмитрия Анатольевича Медведева, который в начале 14-го года знал, что 15-й год будет плохим, но, как бы, население от этого никаким образом оно выгоды из этого знания никакой не извлекло. Оно каждый раз сталкивалось как с новым явлением, с каким-то проявлением этого финансового кризиса. Вот я с этой точки зрения как бы рассуждаю. Это вот именно точка зрения обывательской, что делать там со своими рублями, со своими семейными делами и так далее. Но еще плюс директор института. Что делать с этим? Ну, это другая немножко тема. Тоже не совсем радостная в условиях кризиса, потому что, значит, недавно прочитал в независимой газете материал о том, что в системе высшего образования стоимость обучения может подняться в два раза. И кого тогда будут учить эти высшие учебные заведения. Ну, мне кажется, это очень пессимистичный такой прогноз. Действительно, экономика нашего филиала зависит на две трети от сферы высшего образования. И для нас немаловажно, сколько студентов мы примем на обучение в 2015 году. А это напрямую связано с тем, будут ли деньги в семье для обучения детей, будут ли у работающих людей деньги для получения другого образования, профессионального для себя. потому что, если девальвация повлияет таким образом, что инфляция составит от 30 до 50 процентов, в какой-то временной перспективе, то, конечно, трудно предположить, что много желающих будет учиться. Это первое. Ну, второе, тут нужно оговориться, что у нас ведь все-таки работают законы, и принят закон об образовании. И вот этот закон об образовании государственным вузам, во всяком случае, запрещает повышать стоимость обучения выше, чем годовая инфляция. На ставку годовой инфляции мы можем в течение, переходе одного года обучения к другому году обучения повысить стоимость обучения. Но даже если это 11-11,5 процентов годовая инфляция, те рамки возможностей, которые у нас имеются, но удастся ли нам за счет даже этих привлеченных средств, таким образом привлеченных средств, поддержать жизнеспособность организации на том качественном уровне ее функционирования, на котором она функционировала, до 2014 года, для меня, конечно, вопрос. Хотя я надеюсь, что мы будем экономить, изменим внутреннюю политику, переструктурируем подразделения свои каким-то образом, и за счет этого получим определенную часть дополнительных ресурсов, свободных, высвободим ресурсы для того, чтобы выжить в этих сложностях. Значит, если это вызвало оживление, понимание премьер-министра, какие у нас сложности ждут, то, что люди-то... У него вызвало оживление, что они знали, правительство, знало в начале 2014 года, что будет в конце 2014-го и в начале 2015-го. Было понято буквально так. Правительство знало. Значит, и вот сейчас Медведев выступает на форуме. Начало года. Ну, в начале года всегда есть ощущение, что можно на что-то там надеяться, и так далее. Это эффект Нового года, впереди вечность и так далее. Много времени. Прозвучали ли какие-то вот внятные посылы, которые бы дали вектор вот в новых условиях при диагностировании, что сырьевая экономика, так сказать, себя исчерпала, и нужно строить доходную часть уже на новых экономических рельсах? Вот какие-то вещи вот прозвучали, ну, условно говоря, вот крупный бизнес, да? Вот после той памятной пресс-конференции 18 декабря президента страны, он же в тот же вечер собрал, по-моему, около 40 бизнесменов. На следующий день. Или на следующий день. Но я думаю, что это был закрытый разговор для прессы, для даже многих, так сказать, действующих лиц. Там же, ну, очевидно, с этими флагманами рынка обсуждались принципиальные вещи, что делают в 15-м году. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич как бы в курсе. Прошел месяц ровно, да, после этого важных этих обсуждений, обменов и так далее. Вот. Сейчас это все вот как-то сформулировано, чтобы, условно говоря, вот вы, директор института, вы для себя уже вот сейчас проговорили, что вы будете делать, да. Где-то там ужиматься, что-то и так далее. Вы уповаете на то, что будет закон работать, сильно там цену не задерут, там и так далее, и так далее. Вот. А вот сидит, например, там какой-то миллиардер, да. Вот понятно сейчас, что, например, ему сказали, давай капиталы, так сказать, из офшоров переводи, инвестируй в реальный сектор производства. Ну вот я грубо, утрированно говорю, вот что-то прозвучали посылы для экономически активных действующих лиц. Значит, позиция правительства, то, что я услышал, ну и зафиксировал для себя, будучи, опять же, не совсем профессионалом в этих вопросах. Поскольку мы все этим интересуемся, то мы обсуждаем эту тему, так, Илья Петрович? Позиция правительства выглядит так. Мы будем стараться бороться с инфляцией, проводить политику таргетирования инфляции, то есть сбивания ее темпов. Это одно направление. Второе направление, которое... Монетарное такое. Да, да, монетарийское направление. И второе позиция, которая тоже прозвучала там, было сказано о том, что бюджет у нас все-таки должен быть слабо дефицитным, пусть дефицитным, но не сильно дефицитным, поэтому сокращение бюджета будет осуществлено уже в начале года, хотя непонятно, как будет реализовываться бюджет, его рублевое наполнение, оно не ухудшилось, рублевое-то наполнение, на 10% будет сокращен бюджет, ну это примерно чуть больше триллиона рублей, которые не пойдут на решение текущих проблем, значит, эти проблемы будут обостряться. А что будет выбрано в качестве мишени для нерешения этих текущих проблем, не говорилось конкретно, это, видимо, уже задача того самого антикризисного плана, с одной стороны, а с другой стороны, было сказано в выступлениях участников о том, что социальные выплаты и социальные обещания правительства, они останутся в силе, и военная программа развития оборонного комплекса тоже секвестировать не будут. А значит, что-то другое. Ну, там высказывались предположения по ходу обсуждения, что же. Ну, конечно, это деньги, которые в бюджете закладывались, пусть и небольшие деньги, на развитие экономического потенциала. Их подстригут, инвест-проекты подстригут. Все, что связано, возможно, с помощью и поддержкой со стороны государства, нанотехнологии, оно тоже будет чуть-чуть ужато, вот эта возможность, ну, и других направлений современного развития, современной технологии бизнеса. А то, что касается большого бизнеса, крупного бизнеса, надо понимать, вот я уже говорил о достижении вот такого конкордата своеобразного между политической элитой и бизнес-элитой России, о том, что вы занимаетесь бизнесом, но занимаетесь так, чтобы не было социальных проблем в России. То есть мы, возможно, я так догадываюсь, что мы будем разрешать вам получать такую норму прибыли, которая вас будет, безусловно, устраивать, с одной стороны, ну, и она будет обеспечивать рост социальных доходов населения, с другой стороны. Вот такая вилка какая-то, весы своеобразные были, обговорены в этом конкордате, они реализуются. И сейчас, опять же, и выступление президента, и выступление председателя правительства, я президента имею в виду, 4 декабря его послания, там говорится о том, что есть рыночные, есть нерыночные механизмы решения экономических проблем, проблем макроэкономики. Мы, безусловно, будем придерживаться, стараться придерживаться рыночных проблем. Это вот публично, как бы, посл такой есть. Это с одной стороны, а с другой стороны, как раз то, о чем вы говорили. Встречаются там 40 представителями крупнейших бизнес-структур, и этим 40 представителям бизнес-структур крупнейших говорят, знаете, вот у нас нет закона о том, чтобы вы из 10 заработанных долларов, 3 доллара тут же сразу же продавали на внутреннем рынке, оставляли на внутреннем рынке. Но я вас прошу, вы должны быть социально ответственным бизнесом, я вас прошу, давайте договоримся. Значит, те, кто зарабатывает валюту на внешнем рынке за счет продажи своей продукции, будьте добры, помогите государству и российскому обществу в трудную минуту какое-то время. Значит, продавайте свою валютную рыночку, выручку. Ну и, видимо, вот эта договоренность сработала. Опять же, мое предположение совершенно это, потому что никаких протоколов, естественно, прочитать. Нет, ну тут по волокинности рубля можно тоже судить, что, видимо, что-то там начало работать. Вопрос вот какой. Вот из тех имен, которые прозвучали, выступающих на форуме, ну, в основном, этих людей можно тестовать как, ну, они статусные, так сказать, фигуры, но с либеральным ушей. Вот я хотел понять, вот на этом форуме, например, были какие-нибудь жесткие консерваторы, там, которые, или там сторонники мобилизационной, там, экономической системы, кому-то давали, вот из них слово, были ли они, или они по определению не ходят на такие тусовки? Ну, видимо, последняя позиция, она более вероятна, что именно она работает. Я не слышал. Не было. Я не слышал. Ну, просто одновременно проходило 4-5 пленарных заседаний, на каких-то пленарных заседаниях я присутствовал, на тех, на которых я присутствовал, я и не слышал этих вещей, а чтобы выступал, в качестве спикеров, чтобы выступали, вопросы из зала острые, задавали, и достаточно острые, спрашивали, а почему это не делается, почему это не делается. Из характера задаваемых вопросов было понятно, что в зале присутствуют люди, которые считают, что позиция Сергея Глазьева по регулированию этого кризиса, она более интересна и более прагматична. Ну, я так просто предполагаю, как бы, да? Потому что спрашивали, ну, а почему не зафиксировать там курс доллара на определенном уровне и не давать ему расти. Почему рубль должен быть плавающим? Мы бы тогда не имели того, что мы имеем. Ну, давались и ответы на такие вопросы. Наверное, так. Теперь интересует вопрос внешних факторов и действительно смещение центров в геополитическом пространстве, экономическом пространстве. Кто-нибудь эти вещи актуализировал? Вот, например, там, отношения с Западом, отношения с Востоком, с Китаем? Было 2 или 3 пленарных заседания, которые непосредственно мы этому были посвящены. Но, к сожалению, я на них тоже не попал. Я не присутствовал. У меня была немножко другая повестка, которую я для себя выработал, посещение всех этих пленарных заседаний. Поэтому, да, они были, обсуждались эти вопросы. Наиболее остро, наверное, вопросы состояния будущего российского общества и российской государственности обсуждались на сессии, которые, с модератором, на которой был Данит Гозман. Это политологи. Там Сатаров присутствовал, Дмитрий Орешкин присутствовал, еще ряд людей присутствовали. Вот там я запись слушал, попросил, чтобы мне записали, запись слушал. Поэтому могу только с этой записи и сказать, собственно, что там было. Там, например, Сатаров предложил 5 сценариев развития российского социума в ближайшей перспективе. Они все плохие, эти 5 сценариев. Можно детали посмотреть, я их не помню, эти 5 сценариев, но они как-то им дифференцировались. Но у меня осталось ощущение, что начинается первым плохим сценарием, заканчивается пятым плохим, который тут же нас возвращает к этому первому плохому сценарию. Они закольцованы, как бы оказались все эти сценарии. Вот и Гозман, Гозман, когда вел это пленарное заседание, он даже там задумчиво пошутил, что если мы так будем плохо говорить и прогнозировать предстоящее будущее российского общества, российского социума, то в следующий раз нам не дадут здесь высказывать свое мнение. Вот такая у него горькая какая-то уместная, не знаю ли, неуместная шутка прозвучала. Нет, но прогнозы такое дело по большому счету. Особенность обсуждения как раз и была, заключалась в том, и особенность вообще форума заключается в том, что продукт, который мы можем получить в результате работы форума, это прогнозные какие-то дорожки, дорожные карты прогнозные, которые так или иначе предлагаются. Они могут быть разными, они могут быть соположенными, они могут быть пересекающимися эти прогнозы. Но вот такая большая палитра мнения, она позволяет в конечном счете, для чего такие форумы проводятся, это для людей, принимающих конкретно управленческие решения, нарабатывается материал, мыслительный материал, как можно в условиях вот этого кризиса комбинировать, какими решениями можно и нужно для того, чтобы его успешно преодолеть. Здесь надо понимать еще и такую очень сложную вещь. Я несколько раз выступал и говорил о том, что уже четвертый кризис в своей жизни переживаю, начиная с перестроечного кризиса там и постперестроечного начала 90-х годов. Кризис 98-го года, когда с 6 рублей до 18 рублей доллар подскочил по стоимости пережили. Мы кризис 2008-го года, когда падение производства составило по Челябинской области порядка 7-8 или 9 процентов валового регионального продукта. И в России тоже падение производства было, не помню цифру, было оно зафиксировано. И вот этот кризис. Жизнь такова и система развития социума, мирового социума и российского социума такова, что мы всегда живем в новых условиях. И в этом смысле нельзя ориентироваться на опыт решения кризисных задач тот, который был в прошлом. Если использовать этот опыт и не добавлять к нему чего-то нового, точно ничего хорошего из этого не получится. Здесь оправдана пословица о том, что генералы всегда готовятся к победе на практике прошлой войны. Так в общем и политики, и правительства, и управленцы в кризисных условиях. Поэтому форумы такие нужны. Они позволяют увидеть какие-то новые точки зрения, которые в теоретической мысли еще только появились и только начинают они прорабатываться и разрабатываться. В этом плане очень интересным было выступление одного из зарубежных экспертов на первом же пленарном заседании, который сказал не бесспорную, но любопытную мысль. Он сказал о том, что мы тут сидим, все обсуждаем и пытаемся понять, насколько хватит потенциала запаса прочности в российской экономике для того, чтобы преодолеть кризис, насколько на год или на два хватит фонда национального благосостояния как подушки безопасности. Так вот он говорит, я полагаю, что все будет происходить на самом деле по более худшему сценарию и вот этих денег, которые планирует экономисты использовать для того, чтобы затушить кризис, в течение двух лет затушить его их может хватить всего лишь на один год. Поэтому нужно разрабатывать какие-то экстраординарные сценарии, которые могли бы учитывать и вот этот фактор. И исчерпаемость тех ресурсов управления кризисной ситуацией и обеспечения выхода из кризиса, которое есть у российского правительства евросийского бизнеса в данный момент. Вот я сейчас попробую провести такой параллель, а вы мне ответите, можно ли ее проводить. И вообще в конечном счете, вот три дня же ушел, да, мне очень интересно, какое осталось внутреннее ощущение после этих трех дней лицезрения главных действующих лиц современной российской экономики, финансовой сферы и так далее. Значит, параллель такая, предположим, сборная страны под жидо, чемпионат мира у нас недавно был, все это было на глазах, живо я это воспринимал, сборную готовят квалифицированные специалисты, в данном случае у нас даже приглашенные специалисты, итальянец, да, вот, идет соответствующий отбор, готовятся значит, к пику формы, вот, конкретное время, да, разрабатываются вот те сценарии, про которые сейчас говорилось, вот, конкретно с каждым по сетке, как бороться, там, и так далее, и так далее. Дальше начинаются соревнования, вот, начинается теперь у нас жизнь. И, безусловно, большой и публика это чувствует, и тренер, вот, ну, тут даже, вот, мне очень важно на ощущение публики. Публика ведь не дура, вот, когда выходят два мастера, первый поклон на татами, вот, уже сразу есть ощущение, эманация вот этой вот силы, воли, мастерства, фактуры, все это видно, да, и, никто же не знает, как поединок-то, сколько он будет. У кого нога подвернется, да, нога подвернется, там, или палец вывихнет, вот я хотел узнать, вот, вы три дня там отсидели, прослушали, у вас возникло ощущение, что, вот, вот это такие, реальные мужики, которые вытянут, вот этот вот вызов, который будет, в этом году, и дальше, так сказать, или пора уже делать, как бы, обновление, вводить новую кровь, там, новый взгляд, все, что вы сейчас говорите, Сатаров, там, Орешкин, там, это вот, вот у меня книга, начало 2000-х годов, где я всех-всех-всех публицистов в круге чтения, так сказать, обрисовал. Вот это все те же самые имена. Вот, 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 ощущение чисто такое, вот как человека, менеджера, управленца, ну, надо ли, вот, вот что-то уже новое вливать, вот, в эту публику. И готовы ли они? Потому что нарисовать пять ужасных сценариев, ну, большого ума не надо. Понимаешь? Ну, мы давай, сейчас мы не будем говорить об этих сценариях, мы все-таки, основной предмет обсуждения на форуме, это была экономическая проблематика, и, в общем-то, посыл тот, который был предложен на первый, в первый день на главном пленарном заседании, он звучал так, нам нужно выработать другой механизм экономического развития российского общества и управления экономикой со стороны российского государства. Вот эта вот задача, она прозвучала, и так или иначе с ней были согласны все, никто не оспаривал, что давайте сохраним там сырьевую экономику, такого не было. И это было общим настроением и общим единомыслием и выступающих, и, как мне показалось, и участников форума, потому что там очень представительный, конечно, уровень и приглашенных для участия в форуме был, там было очень много губернаторов из российских известных ученых, известных, в общем, так или иначе, медийных персон различных. Вот. Второе, что, наверное, я бы хотел сказать, ну, я уже и говорил это, нет готовых рецептов, и это тоже прозвучало, но это совсем не значит, что отсутствие вот готовых рецептов, оно будет главной причиной торможения в поиске и принятии решений. Готовых рецептов нет, но они будут нарабатываться, вырабатываться, будут пробоваться какие-то шаги, и это не один шаг, не одно направление будет, а целая программа, насколько я понимаю. Какие-то из этих шагов будут неудачными, и будут ухудшать ситуацию, ну, какие-то будут более или менее удачными, и, возможно, они компенсируют те неудачные решения и шаги. Надо ведь принимать по большому спектру вопросов политические, управленческие решения. Хотя мы говорим о изменении механизма экономического роста, развития, управления экономикой, но на самом деле это касается и политической системы, общества, и взаимоотношения бизнеса и власти, и взаимоотношения общества, бизнеса и власти. Вот тут, ну, просто не могу не согласиться с Медведевым, который сказал, что для нас главное, вот существует треугольник отношений между властью, бизнесом и обществом, и для нас главное, чтобы в рамках этого треугольника появился режим максимально большего доверия друг к другу, потому что вот если этого режима не возникнет, ну, это задача, то тогда все будет происходить плохо, тогда дисбаланс, который есть сейчас, он начнет только прогрессировать и будет приводить к все большей сложности, все больше, более сильному проявлению кризисных явлений. Ну, наверное, это правильная теоретическая посылка. Сейчас задача правительства и Государственной Думы в том, чтобы найти быстрое решение по восстановлению доверия к бизнесу, бизнеса и власти, чтобы бизнес почувствовал защищенность свою. Об этом многие говорили, что, ну, не защищен бизнес, его декларативно как бы говорится о том, что мы бизнес будем защищать, но на самом деле реальная практика, она довольно часто демонстрирует и обратные явления. Надо вот эту защищенность освободить. Ну, нужно изменить, конечно, и правила игры, и субъективное мое мнение, совершенно недостаточно заморозить те налоги, которые у нас есть. Сейчас сформирована система налогообложения бизнеса. Желательно изменить систему налогообложения таким образом, чтобы тот бизнес, который заходит на рынок и начинает приносить успех, и тот бизнес, который есть на рынке, и он тоже эффективен и работает, и приносит успех, надо дать ему возможность развиваться. А для этого какая-то дифференцированная шкала налогообложения должна быть к разным бизнесам. Придумано быстро достаточно времени на принятие решений, я имею в виду подкрепление с законодательными актами всех тех предложений, которые прозвучат на следующей неделе в плане антикризисных мер правительства Российской Федерации, ну, от силы полгода. Если за полгода не получится это, тогда мы пройдем еще одну развилку в развитии экономики российского общества и пройдем ее по плохому сценарию, по плохому варианту, и возникнет следующая развилка, еще более сложная, чем та, которая есть сейчас. Будем уже как бы финишировать, да, и как это ни странно может показаться, я теперь слушатель, слушателя форума, в этой, как бы, ипостаси. И весь вот этот рассказ, он у меня вызывает, по большому счету, позитивные ощущения. Объясню почему. Когда вот был слом советской системы и мы входили в новые рыночные, там, демократические отношения, у меня в то время были ощущения, что нам помогут, вот, Запад нам поможет, МВФ, там, консультанты и так далее. 12 студий, там тоже о этом говорили, герои говорили, что Запад нам поможет. Да, вот нам есть на кого опереться, да. Вот, они нас научат жить хорошо, так как они хорошо живут. Сейчас для меня вот это очень важно, что из всего вот этого часового рассказа разбор был вот именно внутри. Вот, да, сценарии такие, да, вот этот... Акцентировка, конечно, была... Акцентировка была на себе. Вот. И вот, как я сейчас почувствовал, по большому счету, ну, вот эти действующие лица, которые выступали, Греф Силуанов, там, Улюкаев... Медведев, у него очень системное выступление. Ну, я не почувствовал, я примерно понимаю ваше, как бы, мировоззрение достаточно критического. Склада. Я не почувствовал, вот, как бы, долой, блин, и заводим, как бы, какие-то новые. Гегель, немецкий философ, известный довольно, до сих пор, наверное, довольно широко известный, он говорил, чем дальше от крайности, тем ближе к истине. Я придерживаюсь вот этого принципа. Возможно, моя интерпретация всего, что я услышал, она, вольно или невольно, тоже в рамках вот такой парадигмы и осуществляется. Ну, вот, что еще не сказал, и что считаю обязательным сказать. Не было ощущения стены между западными экспертами, а их там было очень много, только на тех площадках, на которых я присутствовал, дискуссионных, ну, пятая часть экспертов, это всегда были представители западных стран, развитых стран. Был ряды Нобелевских премий, там присутствовали и так далее. И Мануил Валерстайн, социолог номер один, теоретик, социал-демократического, кстати, такого, промарксистского немножко склада мышления присутствовал тоже. Было интересно наблюдать сессию пленарную, в которой участвовал Медведев, значит, там 6 или 7 человек сидело, и Мау, ректор Ранхикса нашей академии ввел эту сессию, был модератором. Медведев сидел в середине сцены на кресле, а все остальные участники этой сессии это были эксперты-иностранцы. Вот представляете, ну, я понимаю, что это продуманное, наверное, организаторами какое-то решение такое, но, да, не было чувства неприязни, пропасти какой-то в общении, в размышлениях, в обмене идеями между зарубежными экспертами и теми отечественными экспертами, которые принимали участие в обсуждении этих проблем. Это первое. Второе. Знаете, даже на тех пленарных заседаниях, на которых присутствовал я, это тоже заслуга организаторов, выступали бизнесмены практики, которые рассказывали о том, как они западные бизнесы, представители западного бизнеса, которые рассказывали о том, как они развивали и планируют развивать свой бизнес вот в этих условиях, на шагах. В России. В России. И это очень интересно звучало, особенно для отечественных бизнесменов наших, крупных, средних, которые присутствовали на этом форуме, как пример. Наши-то тоже думают, что делать с этим, как это все дальше дело развивать. Вот вторая характерная черта, которой тоже нужно обязательно сказать. И третье, как вывод из всего этого, мы переоцениваем степень влияния пропаганды на состояние умов жителей, граждан России, как низших страт, так и высоких страт, в том числе экспертов, как бы запрограммированности их мышления, достаточно самостоятельно. И оценки дают, и ощущают себя в достаточной степени свободно. Это с одной стороны. И с другой стороны, мы, в общем, конечно, немножко переоцениваем тоже критичность и реалистичность предложений, как мне показалось, тех вот резко оппозиционных представителей экспертного сообщества, которые выступали на форуме, там сценарий устроили. Ну, они специально формулируют позицию максимально остро для того, чтобы, я так воспринимал это, вызвать озабоченность этой проблемой у людей, с которыми они общаются. Ну, это полемический приём, и им довольно часто пользуются. А то, что касается будущего, то в среднесрочной перспективе, исторической перспективе, наше российское общество, несмотря на зигзаги и прыжки в стороны, оно всё-таки идёт по линии всё большего усложнения системы управления, как социумом, российским социумом, как в политике, так и в экономике. В советском, в советский период, это вообще однолинейная система какая-то была. Тот период, который переживаем мы сейчас, ну, я так условно скажу, это, по крайней мере, есть две линии развития, о которых постоянно можно говорить. Одна такая, другая такая. И вот то, что появилась эта многолинейность, пусть пока маленькая, не сильно вариативная многолинейность, это говорит о том, что развитие социума идёт по линии усложнения системы управления и функционирования самого социума. В этом главный залог выживаемости любого социума. И надо вот эту вот линию на усложнение отношений, социальных отношений, на усиление взаимозависимости и взаимосвязи в нашем обществе, вот эту линию нужно всячески поддерживать. И кризис будут, это не последний кризис, который мы переживаем. Валер Стайн, тот вообще поставил вопрос о том, что, говорит, есть ли будущее у капитализма, как системы экономической. Вот 500 лет она просуществовала, но ведь понятно, что она не вечная, что её сменит какая-то другая система. Какая другая система её сменит? Где пределы роста и развития капитализма? Наступают они сейчас или наступят через 500 лет? Или капитализм сможет эволюционировать и адаптироваться к тому давлению внешней среды, внешних изменений, которые он сам порождает, и найти механизмы разрешения, противоречий, порождаемых вот этими изменениями. Вот да, вот есть ли будущее у капитализма, и сказали, Валер Стайн тот же самый сказал, что да, видимо, капиталистический строй будет ещё не то, что десятилетия, а столетия существовать, как способ хозяйствования, но это будет другой капитализм, не тот, который мы знаем сейчас, и не тот, который был в прошлом. Так и наше российское общество, по аналогии, у России, безусловно, есть колоссальная перспектива развития и сейчас, и в отдалённом будущем, но это будет другая Россия. Россия, которая будет развиваться по более сложной системе отношений, чем наша. Ну, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok